Татьяна Ивановна Лёвкина работала в сфере культуры с 1978 по 2008 годы. Начинала свой творческий и профессиональный путь в Доме учёных. Там она ставила спектакли, творческие вечера и праздники. Была руководителем вокально-инструментального ансамбля. Большая театральная деятельность привела к необходимости получить профессиональное образование. В 1985 году я поступила в ГИТИС на факультет музыкальных театров к художественному руководителю курса, народному артисту СССР Владимиру Акимовичу Курочкину. В 1989 году я институт закончила. И вот с тех пор начались театральные постановки в нашем театре. Одно из самых крупных событий в городе – появление нового драматического театра на проспекте Музруково. Именно Татьяна Лёвкина в отделе культуры разрабатывала техническое задание по его проектированию. Торжественное открытие состоялось 14 октября 2006 года. Тогда на сцене сыровские зрители увидели рок-оперу «Дети полудорог» по мотивам известной истории о Юноне и Авось. Над постановкой, как режиссер, также работала Татьяна Ивановна. Актерская труппа была заметна вся полностью. И на сцене было практически много народа. Яблоку негде было упасть на финальных сценах. Потрясающий вклад внесла в этот спектакль Оксана Юрьевна Илларионова как хореограф. У неё был свой коллектив мужской, хореографический. Она пригласила своих ребят, они не отказались. Рок-опера шла с ошеломляющим успехом. Почти на всех показах «Детей полудорог» был полный зал. На сцене Саровского театра Татьяна Лёвкина ставила и другие спектакли. В период её работы преобразилось и любимое место отдыха горожан – парк культуры и отдыха имени Зернова. Было открыто много учреждений. Театр кукол-кузнечек, Дыши номер два, городская художественная галерея, молодёжный библиотечный информационный центр, детская библиотека Пушкина, хоровая капелла мальчиков. Саров помнит и большое количество городских праздников, которые ставила Татьяна Лёвкина. Об этом и многом другом мы поговорили с Татьяной Ивановной в передаче «Лица Сарова». Смотрите новый выпуск в воскресенье 15 октября в 20 часов на канале 16.